Основанный Казимиром Великим в 1335 году, в 15 веке на территории Казимира образовался автономный район Апидум Юде Аорум, обитаемый с тех пор евреями, переселенными из Краково. Следуйте по маршруту. В 12-м столетиями сосуществовали взаимопроникающиеся две культуры – христианская и еврейская. Дружное сосуществование прекратила Вторая мировая война и Холокост, уничтожая материальное и духовное достижение краковских евреев. К счастью, самые важные памятники и исторические объекты сохранились в районе уже низкой коллекции Киджи, как в динамичном центре еврейской культуры и уличками Казимира. Краков – Краков, Краков – это самый красивый городок Польши, хранящий огромные культурные и архитектурные ценности. Название Краков происходит по легенде от имени Кракова, легендарного славянского князя, или, возможно, предводителя, который основал свой город на Вавиле, с холистом калме, который возносится на друсном листе. Первое письменное упоминание о Кракове сохранилось в описании футержествия арабского купца Еврахима Индуя Куба, расположенного на путях сообщения и торговли. Прошлое – это много исторических памятников, отображающих самые важные направления европейской культуры. Краков – это необыкновенный городок, город, в котором царит уникальная и неповторимая атмосфера, который удивляет своим очарованием на каждом шагу. Краков – это самый интересный город Польши, город, который обязательно... Краков – это самый интересный город Польши, город, в котором мы находимся в Казимире. Краков – это место после Ройоля Польши, город, в котором мы находимся в Казимире. Краков – это место. Краков – это место. Краков – это место. Краков – это место. Костел Паулинов на Скалке – это самое важное религиозное место Краковы. Согласно традиции, здесь в 1079 году погиб от рук короля Болеслава Смелого краковский епископ святой Станислав И.С. Степановым. Это необыкновенное событие, овеянное тайной, потому что лаконическое первое воскресенье после 8 мая приходит сюда торжественная процессия с вавелем, в которой принимают участие самые важные краковские священники и многие верующие. В подземелье храма находятся могилы известных поляков Яна Длугаша, Игнасия Крашевского, Станислава Воспянского и других. Во дворе находится пруд, в который, согласно легенде, бросили разрубленное на части тело епископа. И с того момента вода из находящегося здесь ключа имеет лечебное свойство. Интересным объектом по визуальным и идейным причинам является алтарь трех тысячелетий. Построенный недавно рядом с храмом. Давай сфоткаем пять минут. Конечно, а что мне? Да давайте обойдем быстренько посмотрим, что вы. Давай недолго, нам же еще там на... Ратус Академис. Когда Академис был отдельным городом, здание находилось ратусом. Это был административно-финансово-судебный цен. Чех века перестроено в Ренессанском... Это рынковая площадь? Да. Это, да? Рынковая площадь. Костел тела Господня. Он принадлежит к самым большим готистическим храмам Краковом. Легенда гласит, что к строительству на этом месте слонила короля Казимира Великого чудесным образом отысканный оплаток, который был украден вместе с монстранцией с костела всех святых. Воры думали, что монстранция сделана из золота. А когда обнаружили свою ошибку, картина из известного Томаса Далабэна. В любопытных подробностях можно прийти в карте, который находится у входа в костел. Здесь запирали людей, которые закоренела нарусами шестую завтраку. Нет, или водитель. Новая площадь, называемая в народе еврейской площадью. Как перед войной, во середине площади стоит круглый торговый зал, популярно называемый окрангляк, который когда-то исполнял роль ритуальной бойни птицы. Торговля процветает здесь особенно в выходные перед обедом. Тогда тут можно приобрести предметы антиквариата и предметы религиозного культа. Площадь окружают оригинальные пабы и стильные рестораны, выполненные в неповторимом характере. Площадь окружают оригинальные пабы и стильные рестораны. Синагога высокая. Вот эта была построена в 1556-1563 годах, как третья по очереди синагога на Казимишу. Своё название получила благодаря нетипичному положению молельни на втором этаже здания. Это связано с безопасностью, потому что евреи опасались близко главных ворот города. Это было живое, шумное место и тогда близкое к христианским домовладениям. Синагога была богато обставлена, однако большинство оснащения пропало во второй половине XVIII века во время шведского нашествия. То, что осталось, было похищено во время Второй мировой войны. Несмотря на эти разрушения, сохранился святой ковчег Арон-Хакадеш, представляющий собой и сегодня оригинальную примену этой синагоги. В здании на первом этаже помещен стильный книжный магазин, в котором можно найти преимущественно книги, касающиеся еврейской тематики на многих языках мира. Эден и улица Чемна, темная. Теперь проезжаем по улице Чемной, значит, темная. Она была так названа из-за небольшого количества света, которое достигало сюда. На улице расположена гостиница Эден, в которой находится работающая мыква, то есть еврейская ритуальная баня. В тамошнем ресторане можно съесть кошерное блюдо. Гостиница представляет собой пример приспособления инфраструктуры к признам еврейских туристов, приезжающих сюда со всего мира. Старая синагога – это самая старая, сохраненная молельня в Польше. Была построена, вероятно, в начале 15 века. Надпись на оригинальной копилке передает «1407 год». Столетиями она была административно-религиозным центром еврейской гмины на Казимирже. Она пережила несколько пожаров, ее несколько раз перестраивали. Капитальная реставрация, проведенная в начале 20 века, вернула ей ренессансный характер, приданный в 16 веке архитектором Матсу Сердцем Казимиром. О значении улицы, которая больше напоминает обширную прямоугольную площадь, свидетельствует то, что на ней находились 4 синагоги, что не повторилось нигде в Европе. Несколько молельней, мы к вам, два кладбища, учреждения еврейской общины, управление гмины евреев. Во время Второй мировой войны была разрушена синагога на горке, поэтому сегодня здесь находятся только 3 молельни. Старая синагога, синагога Папера и синагога Риму. Здесь размещены также многие стильные рестораны, обращающиеся к еврейской традиции и культуре. Эту улицу выбрал тоже Стивен Спилберг для восстановления площади с Годом, то есть Согласия, из краковского геста в фильме «Список Шиндлера». Камень и площадка. Мы видим небольшой сквер, огороженный декоративным заборчиком в форме миноры, то есть семиконечного подсвечника, символа иудаизма. Здесь находилось самое старое кладбище на Казимеже, которое было закрыто в 1552 году, когда открыли кладбище Риму. Легенда гласит, что на этом месте совершалась свадьба во время шабаша по нарушениям закона. Из-за этого Равина Риму бросил проклятие напирующих, которые провалились в тартарары, и их похоронили вместе, и здесь возникло кладбище. Камень. Памятник фонда семьи Нисенбаумов. Освящен памяти 65 тысячам краковских жертв Холокоста. 253-й рей Израил Исерлес Ауэрбах. Название синагоги происходит от сына-учредителя, ученого-философа Мойжиша Исерлеса. В 1644 году старейшиной казимирской общины Исааком Якубовичем, называемым тоже богатым. Это массивное барочное здание с прекрасным декором из туко, которое, возможно, сооружил Джованни Фальконы. Легенда гласит, что учредитель синагоги Исаак был первоначально бедным евреем. Однако один раз у него был странный сон. Он видел мост в Праге, а рядом с ним закопанный клад. Тогда он направился туда, но мост берегли солдаты. Когда Исаак рассказал одному из них свой сон, тот объявил, что у него тоже был сон, в котором он видел клад, спрятанный за печью бедного краковского еврея. Он тоже заявил, что не глупый и не пойдет так далеко из-за сна, и высмеял Исаака, который, однако, после возвращения домой решил разобрать печь на всякий случай. В плене, когда оказалось, что он является этим бедным евреем из сна солдата, и это за его печью находится клад. Исаак в одно мгновение стал богачом, и после уговоров своих жен... Исаак, что он искал, как он он был. Исаак, где я, на самом деле, это все просто. Театр в 62-х годах по проекту Игнатия Керчика. Выше главного входа урованы мальчийские доски из черного мрамора, а на фасадах находится высоченная цитата и сторож на древнем еврейском языке. Синагогу называют тоже прогрессивной, потому что богослужения, которые здесь совершались, имели революционный характер и были похожими на христианские. Женщины могли молиться вместе с мужчинами, проповедовали по-польски или по-немецки. Богослужения сопровождали пение под аккомпанемент органа. Крак, но с Польши, после восстановления мира, все свое внимание обратили на дела внутреннего обустройства государства. Сначала на высоком полне, который жители называли Варик, а который омывает средневодными письмами, построил королевский залог. Затем, чтобы его укрепить и украпить, основал город, который ему дал свое имя и назвал его Краковым. Однако Краков преследовала огромная беда. Подваре с ним полной и силой, поселила огромную чудовищу, которая не признала своим видом драконов. Чтобы насытиться, он похищал домашний скот, а иногда даже людей. Ненасытность гада так беспокоила жителей Кракова, что они даже подумывали каким-то здоровым. Поэтому Крак приказал напомнить спадом селой, орохом, воском, смолой, обучающим дождем, которое, благополучившим, как за 2 минуты, обыгающей долгую жизнь, сразу же пала на дизайн. Снять Крак вправе государством долгие годы, митро и счастье. Легенда о Краке. Крак не остроился. Следуйте по маршруту. История о том, как он убил брата ножом и бросил его в миску. Сюда. Не надо, не надо вам.